Добрый день, уважаемые студенты. Меня зовут Хаджаева Надираб Грашидовна. Сегодня мы посмотрим следующую нашу тему. И она посвящена международному менеджменту. Перед тем, как перейти к основной главе нашей лекции, необходимо было бы уделить большое внимание плану. То есть вопросы, которые мы сегодня с вами рассмотрим в данной лекции. Первое, это у нас идет управление международным бизнесом и его роль в условиях глобализации. Международный бизнес-среда, организация и управление производством в международных компаниях, транснациональные корпорации и их деятельность, а также этика международного бизнеса. Что же такое вообще, в чем заключается сущность их содержания международного менеджмента? Базовыми принципами теории глобального менеджмента выступает концепция абсолютных преимуществ, концепция относительных преимуществ, комбинация абсолютных и относительных преимуществ, концепция международного жизненного цикла продукции, прямые иностранные инвестиции. Международный менеджмент является особым видом менеджмента, главными целями которого выступает формирование, развитие и использование конкурентных преимуществ фирмы за счет возможности введения бизнеса в различных странах и соответствующего использования экономического, социальных, демографических, культурных и иных особенностей этих стран и международного взаимодействия. Международный менеджмент охватывает пять основных сфер управления бизнесом. Это непосредственно идет исследование, анализ и оценка внешней среды бизнеса и внутренней среды организации, процесс коммуникации, принятие решений, базовые функции управления и реализации стратегии, построение организации, мотивация, контроль и координация, вопросы групповой динамики и руководства, вопросы эффективной деятельности, в которой включается управление персоналом, производством, маркетингом, управление производительностью в целом. Необходимо отметить, что целевая ориентация фирмы, решившей входить в международный бизнес, сосредотачивается на трех основных направлениях, которые можно считать особенностями, но не принципиальными отличиями от национальной модели. Это у нас идет поиск и освоение новых рынков, поиск и использование эффективных ресурсов, использование возможностей, открывающихся для бизнеса в рамках данной страны или международной правовой среды. С другой стороны, есть своего рода перемены, которые опосредуют этот целевой список. Сюда включается уровень экономического развития отдельных стран, культурное сходство, страны базирования и страны пребывания, природные особенности стран, а также характеристика демографии страны. Именно сюда входит население, его размещение по стране, уровень урбанизации. Американский исследователь Робинсон разделил историческое развитие международного бизнеса на пять этапов. Первый этап – это приходя на 1500-1850. Эра называется коммерцией. Именно она поставила перед предпринимателями развитых европейских государств вопросы, определившие поступательное развитие международного менеджмента. Сюда входят такие вопросы, как Есть ли коммерческий смысл приносить предпринимательскую активность и риск за рубежом государства? И могут ли соответствующие выгоды или потери быть оценены заранее? От каких основных факторов реально зависит принятие такого рода решений? Насколько свободен бизнес в своих решениях и действиях от политики своего государства? Может ли он рассчитывать на его поддержку? Что следует учитывать, предвидеть и предпринимать? Ведь деловая операция на чужой территории в интересах обеспечения, долговременной прибыльности этих операций и безопасности их ведения. Эра экспансии – это вторая непосредственно лет 1850-1914 позволила международному бизнесу сформулировать главные мотивы своего существования и развития. Более эффективное использование ресурсов – сырьевых, природных, энергетических, расширение рынков сбыта, новые поля приложения свободных финансовых ресурсов, использование выгодных возможностей местного законодательства, сюда входят налоговые и таможенные. Третий период – эра концепции 1914-1945. Это превращение крупнейших компаний, компаний-консионеров, оперировавших на колониальных рынках в своем роде, автономные экономические государства, осуществляющие производственные, торговые, образовательные, медицинские, транспортные, а нередкой полицейские функции не только для своих работников, но и зачастую для всех жителей, прилегающих к их конце семь районов. Эра национальных государств 1945-1970. Он характеризуется по определению пакетом развития, который подразумевает, что реальное продвижение национальной эф-экономики к эффективному производству и сфер услуг требует определенного набора решений в областях технологий, капитала, информатики, квалификации и компетентности персонала, консалдинговое поддержание. Но получить это сразу и вместе невозможно. В силу этих причин развивающиеся страны и их фирмы брали разные элементы, пакеты в разных странах и у разных фирм, делая его оптимальным для себя. Эра глобализации – это период развития цивилизации вообще в международном бизнесе, в частности, приходит под знаком революционных технологических изменений, вслед за которым идут экономические, социальные и политические реформы. Компьютерная революция и мощное развитие телекоммуникаций практически не изменила лицо до неузнаваемости всех традиционных технологий. Сегодня на земле практически не осталось закрытых для международного бизнеса зон и тем. Характерными чертами современного бизнеса является это доступность и всеобщность. Изменяя стратегические и тактические перспективы, практически любая фирма имеет возможность открытия для себя поля деловой активности. Ступенчатость развития вхождения в фирм международный бизнес начинается с простейших форм обычной зарубежной торговли и по мере развития достигает высшей формы мультинациональной корпорации. Технологическая глобализация – возможности компьютеризации, информатизации и телекоммуникации, изменения характера международного бизнеса, который в современных условиях приобрел три принципиально новые черты. Он может эффективно осуществляться, не выходя из офиса, он может осуществляться в режиме реального масштаба времени, он может с помощью телекоммуникации охватывать все интересующие бизнес-рынки, товаров, капиталов, рабочие силы и информации. Финансиризация – финансовое содержание международных деловых операций, а также сложное взаимодействие национального и интернационального бизнеса. За счет международных организаций компании достигают разнообразных целей. Это доступ к новым рынкам, доступ к новым источникам ресурсов. Сюда включаются материальные, финансовые, трудовые, технологические, информационные, организационные. Достижение конкурентных преимуществ, а также устранение или смягчение конкуренции в интересах партнеров. Экономия на масштабах производства, рационализация производства, повышение его эффективности, использование преимуществ вертикальной интеграции, а также снижение риска. В фирме международные корпорации, к числу которых относятся лицензионный договор использования авторского права товарного знака патента, сопроизводство и изготовление комплексного изделия или его компонентов одним из зарубежных партнеров, контракт менеджмент, передача одним из партнеров другому ноу-хау в области менеджмента, франчайзинг, выдача лицензии на определенную деятельность с предоставлением дополнительной управленческой, технологической и маркетинговой информации, а также международный стратегический алиянс. То есть это у нас идет формальный или неформальный союз, создаваемый с целью объединения ресурсов для решения задач реорганизации, повышения рыночной эффективности и так далее, либо достижения эффекта масштаба, либо с другими целями. Совместные предприятия – это одна из распространенных форм стратегического альянса, сопряженная с созданием новой компании юридической и экономически самостоятельными предприятиями. Многонациональная, международная компания – наиболее жесткая форма международного сотрудничества, основанная на механизме акционерного участия или других способах корпоративного контроля. Стратегическая значимость альянса для участников достигается за счет межорганизационных соглашений, которые компенсируют слабые стороны или повышают конкурентные преимущества участников, соответствуют долгосрочным стратегическим планам партнеров, а также имеют целенаправленные рациональные или для своей одной фирмы с другой. Основными принципами создания МНК являются 1. Корпоративная целостность, основанная на принципе акционерного участия, ориентация на достижение единых для создания МНК стратегических целей и решений общих стратегических задач, наличие единой управленческой вертикали с различной степенью жесткости и единого центра контроля в виде холдинговой компании, банка либо группы взаимосвязанных компаний, а также бессрочный характер существующих международных национальных компаний. Общепринятая международная классификация фирм предусматривает их рассмотрение по следующим классификационным признакам. Первое. По правовому положению сюда включается единое началие предприятия, объединение предпринимателей, объединение капитала, объединение лиц, командитное товарищество, полное товарищество, общество с ограниченной ответственностью, а также акционерное общество. По характеру собственности она может быть частная, государственная, кооперативная, по принадлежности капитала, иностранная, национальная, смешанная. По целям объединения и степени самостоятельности характеру хозяйственных отношений участников сюда могут быть входить картели, тресты, синдикаты, концерны, промышленные холдинги, а также финансовые группы. Международная компания как объект управления рассматривает весь мир как единый рынок, осуществляет предпринимательскую деятельность во многих странах, поступает локомотивом иностранных инвестиций и принимает стратегическое решение вне зависимости от национальных границ, осуществляет беспрецедентный объем международных экономических сделок, а также транснациональных компаний. ТНК выступает как торговцы, прямые и портфельные инвестиции, распространители эффективных технологий, стимуляторы международной трудовой миграции. Каждое предприятие, входящее в ТНК, функционирует в рамках согласованной политики и единой общей стратегии. В различных транснациональных компаниях имеется один или несколько центров, принимающих решения. Активы ТНК связаны общей собственностью. В рамках каждого ТНК согласованное распределение результатов научно-исследовательских, конструкторских разработок, ресурсов и ответственности между родственными предприятиями. Эффективность деятельности ТНК базируется на трех источниках. Это владение природными ресурсами в разных странах, крупным капиталом и абсолютно большим патентом на нововведение в науке и технике, использование преимуществ, расположение предприятий по всему миру с оптимальной комбинацией природных ресурсов, плодородных земель, благоприятного климата и дешевой рабочей силой, а также опыте международного менеджмента и организации интернационального производства, разработке новых, пользующихся спросом во всем мире товаров и услуг с использованием концепции международного маркетинга. В финансовом аспекте ТНК сетью филиалов разных странах находится в выгодном положении по сравнению с национальными компаниями, поскольку аккумулируют капитал всей своей международной системы и перемещают его в ту страну, где использовать его наиболее выгодно. Обладают информацией о состоянии мировых финансовых рынков 24 часа в сутки, действуя на направлении с востока на запад. Например, в конце дня головная компания в Нью-Йорке передает по электронной связи ситуацию на мировом рынке своему родственному предприятию в Гонконге. На следующее утро головная компания получает из Гонконга информацию о событиях на рынке за предыдущие 12 часов и анализ ситуации. Таким же образом, в непрерывном режиме в рамках одной транснациональной компании организуется функционирование Нью-Йорка, программирование. Распределяют инвестиционные риски между своими филиалами в зависимости от колебаний паритета валют в принимающих странах и степени либерализации инвестиционного климата. Так как снижение паритета валюты в принимающей стране, создает выгодные условия для ТНК, приобретать в этой стране недвижимость. Либерализация в условиях приватизации также привлекает капитал ТНК, принимающая страну. Пользуются заемными средствами национальных и международных финансовых институтов на наиболее выгодных условиях в странах расположениях зарубежных филиалов. Спасибо большое за внимание!